Всем привет! На дворе сентябрь, стоит теплая солнечная погода, непривычная для этого времени года. И это самое лучшее время для того, чтобы поддержать наши растения перед уходом в зиму. Пока у них есть еще зеленый лист, они активно фотосинтезируют. Им очень необходимо восполнить потери тех элементов, которые они отдали нам с урожаем. И в первую очередь им необходимы фосфор и калий. Фосфор и калий – это два очень важных макроэлемента. Они необходимы растениям в первую очередь для того, чтобы сейчас именно закончить рост. Для того, чтобы побеги одревеснели, чтобы растение накопило именно тех запасных веществ, которые так необходимы будут ему потом во время зимовки, во время распускания. И самый распространенный, самый экологичный и доступный источник калия для каждого садовода – это, конечно, древесная печная зола. Калия она содержит относительно немного, если брать обычную золу. Либо, если вы возьмете листовую, то содержание может возрасти в несколько раз, по данным разных авторов, до 40-60% калия. Ну, листовая зола – это слишком дорогое удовольствие. Мы листья лучше отправим в компост и ограничимся обычной печной золой. На одно дерево на метр квадратный его приствольного круга вам понадобится 200-250 грамм печной золы. Это приблизительно пол-литровая баночка. Ее можно рассыпать равномерно по площади приствольного круга и аккуратненько заделать в почву, либо замульчировать. Если же вы держите приствольный круг под задернением, то оптимальный вариант – это приготовить раствор. Та же самая зола, тот же самый объем, пол-литровая баночка на 10 литров горячей воды, чтобы она хорошо растворила, чтобы калий как можно более полно перешел в раствор. И поливаем, опять же, из расхода вот это 10-литровое ведро на 1 квадратный метр приствольного круга или полосы кустарников. Будь это смородина, малина, крыжовник и так далее. Еще одним источником калия являются классические минеральные удобрения. Хочу обратить ваше внимание, всем известная калийная соль, хлорид калия, сельвенит, красная соль, она очень многим плодовым ягодным растениям категорически не подходит из-за содержания хлора. Особенно сильно страдают малина и косточковая, вишня, например. Поэтому обратите свое внимание на такие удобрения, как сульфат калия, на монофосфат калия. Кстати, монофосфат калия еще хорош тем, что здесь одновременно содержится и калий, и фосфор. Главное условие при применении таких удобрений минеральных – строго соблюдать дозировку. В таком случае никакого вреда для окружающей среды вы не нанесете. А что же может стать источником фосфора для растений в этот важный период? Ну, самым экологичным является такое органическое удобрение, как костная мука. Ее понадобится от 200 до 500 грамм на метр квадратной площади. При этом следует помнить, что костная мука, она действует медленно. Это, можно сказать, удобрение пролонгированного действия. Внеся костную муку один раз, вы обеспечите свое растение фосфором на 2-3 года. Ну, а самым богатым источником фосфора, конечно, является двойной суперфосфат, а также фосфоритная мука. Эти минеральные удобрения вносим точно так же, как и залог. Рассыпью по приствольному кругу, желательно с заделкой в почву. Таким образом, она, эта фосфоритная мука, или суперфосфат, попав в почву, взаимодействует с почвенными кислотами, медленно растворяется и поступает к корням. И дальше уже растения расходуют их на свое усмотрение. А для того, чтобы почва восстановила свое плодородие, чтобы внесенные нами минеральные или органические калийные фосфорные удобрения лучше усваивались, не забудьте внести в нее профит-почво-улучшитель 2 столовые ложки на 1 квадратный метр. Так ваши растения наиболее эффективно смогут получить нужные элементы питания, а почва сохранит и даже улучшит свое естественное плодородие. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова